Здравствуйте! Сегодня общаемся с Дмитрием Владимировичем Новиковым, федеральным судьей, который, можно сказать, пошел против судебной системы и имеет что рассказать. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Здравствуйте! Работаете в Краснодарском крае, правильно? Да, в городе Сочи, да. Воюю с ними уже седьмой год. Поэтому хотелось бы, чтобы мое общение с народом имело все-таки созидательные последствия, чем негативные. Вы, ребят, вдумайтесь на секунду, кто с вами общается, это федеральный судья, которого затрахали люди, пытающиеся что делать? Я борюсь с бандой, которая проникла в судебную систему и которая сама, по сути, является преступной, которую нужно разоблачать, наказывать и извергать оттуда. Поскольку человек, который сам является бандитом, не может быть судьей. В городе Сочи давно сформировалось прекрасное судейское преступное сообщество. В лице некоторых судей, семь человек, которые, услышав, что город Сочи станет олимпийской столицей, украли у государства сначала государственные земли, которые принадлежали Академии сельскохозяйственных наук. Потом они продали ее государству и тем самым украли у Алимстроя 100 миллионов долларов. На сегодняшний день это 8 миллиардов рублей. Они как-то по документам это делали? Есть какие-то... Конечно. Для этого они создали, не создали, а просто на бумажке нарисовали, что якобы существует ассоциация крестьянских фермерских хозяйств, которая не существует, все документы у нас есть, никогда не была зарегистрирована. Включили туда своих жен, детей, родственников, друзей, адвокатов. И под этим предлогом получили землю по решению Адлерского районного суда. И продали потом государству. Поэтому, когда у человека есть 8 миллиардов рублей или 100 миллионов долларов, то, знаете, очень легко изображать из себя независимость и счастливую любовь к родине. Вячеслав Михайлович Лебедев, большой вам привет. Очень жаль, что все эти годы вы изображаете, что вы не в курсе ситуации. Но я понимаю, председатель Верховного суда Российской Федерации, что он должен сделать выбор. Выбор в пользу Новикова, но тогда нужно наказать тех, кто идет против Новикова. Это руководство Краснодарского краевого суда, это председатели районных судов, которых поддерживает тот же председатель Верховного суда. Вы идете против них, а не против вас. Их больше. Я понимаю, я слышал. В чем вы их уличили и каким образом вы им показали? Я рассматривал дело о данных земельных участках. И когда я увидел, что эти земли хотят украсть, мои коллеги, тем более мне для этого не нужно было ничего изобретать, они сами ко мне пришли и предложили мне невероятные деньги за все это. На что я им сказал, что вам на 30 лет больше, чем мне. А проблемы обычно возникают через 10 лет. В это время вы уже будете либо в могиле лежать, либо вы будете уже уволены с работы. Либо уедете в другую страну. Приходит ко мне председатель районного суда, сейчас это председатель Центрального суда города Сочи, которого почему-то поддерживает председатель Верховного суда, поскольку является председателем кадровой комиссии, и говорит, Димка, там ты дело рассматриваешь одно. Ты знаешь, это касается всех нас, судей. У нас у Мамченко 3,5 гектара там, у Тивадара 2,5 гектара. Мне всего дали 40 соток. Это же мелочь. Говорят, пожалуйста, сними арест, который ты наложил на эту землю, а мы тебе за это денег дадим. Потому что контролирует это дело на самом верху. Поэтому не открывай свой рот, и у тебя будет все хорошо. Я думал, что наоборот, если я открою свой рот, у меня будет все хорошо. Но оказывается, если бы я молчал, если бы я взял деньги, если бы я снял арест, то, наверное, я бы сегодня работал бы в Верховном суде, а не выступал на его ступеньках и на порожках. Поэтому после этого... Значит, вы сделали, наложили арест на те земельные участки, которые эти ребята, судьи, хотят присвоить себе. Да, хотели и добились этого. После этого меня вызывают в ФСБ России и попросили подтвердить, что происходит в Краснодарском крае. Но вы знаете, у нас же всегда стоят две задачи. Разоблачить виновных и сделать так, чтобы все было тихо и спокойно, чтобы это не волновало людей, чтобы все было спокойно. В ФСБ я дал показания, рассказал ситуацию, где они говорят, а где губернатор? Я говорю, вот здесь губернатор, здесь прокурор, здесь судьи. Рассказал всю ситуацию, которая сложилась в Краснодарском крае. Судьи об этом узнали и задним числом лишили меня полномочий. Слава Богу, Верховный суд отменил это. Это дисциплинарное судебное присутствие. Вернули меня в должности судьи, в статусе судьи. Но они же 8 месяцев держали меня под стражей и вели со мной бесконечные переговоры. Ко мне приходил заместитель председателя Краевого суда Кисляк Владимир Федорович. Бахметев, который получил 1,2 млн евро, он свою жену включил в списки, потом продали эту землю и сейчас он стал председателем суда. Они меня, конечно, достаточно пытали, серьезно. Я об этом писал, много раз говорил. И заставляли меня выбрать любое преступление, которое вообще существует в уголовном кодексе, чтобы мы, по их мнению, миром разошлись. Поэтому сегодня я полагаю, что, конечно, Кремль в курсе этой ситуации. Я часто бывал в администрации президента. Председатель Верховного суда страны Лебьев Вячеслав Михайлович представлял меня лично Владимиру Владимировичу Путину. Владимир Владимирович пожелал мне успехов, пожал мне руку. В том году очень много внимания было обращено со стороны администрации президента. Сколько вы уже боретесь лет? Седьмой год. Сначала увольнение, потом восстановление в должности, тюрьмы, прекращение уголовных дел. Я говорил, постоянно это идет война, потому что каждый раз они меня просят заткнуться, помолчать годик-другой, чтобы все утихло. Пойми, когда все тихо, даже не такие проблемы можно решить, а ты обращаешь внимание. А поскольку ты обращаешь внимание общественности, то мы должны как-то реагировать, защищать. Потому что, поймите, они должны быть все уволены и посажены в тюрьму, потому что они украли земли Академии сельскохозяйственных наук. Продали их государству уже. Причем купили они за 280 рублей, а продали за 90 миллионов рублей. Ребят, чтобы вы понимали, в Сочи очень дорогая земля стала после Олимпиады и во время Олимпиады, естественно. Когда я рассматриваю дело уголовное, предположим, маленький момент, четыре подсудимых, меня вызывает председатель суда с делом и говорит, пожалуйста, что ты будешь давать им? Я говорю, я еще не знаю, что я буду им давать. Прокурор попросил 15 лет лишения свободы, я их отправдал и отпустил. Заходит председатель и говорит, тебе, Новиков, конец. И действительно началось гонение, давление на меня. Скажите, каждый ли судья в Российской Федерации захочет это все на себе испытать? Нет, потому что работать в прекрасном здании Верховного Суда очень приятно и хорошо. Потому что зарплата под миллион рублей, соцпакет замечательный. Пенсии отличная? Пенсии вообще нет. У судей у них называется содержание пожизненное. Они получают 80% жалований действующего судьи. Никто не хочет рисковать своими социальными подкетами, которые у них есть. Второй момент. Мы с вами предварительно разговаривали об эллингах. Я рассматривал одно дело в городе Сочи по эллингам. Это такие лодочные домики, в которых можно добавить комнату, чтобы там жить? Да. Так случается, что иногда эти эллинги без лодочек. Но дело в том, что так они называются, поскольку находятся на предврежной полосе. Поступила мне один раз иск прокурора в интересах государства о сносе 44 лодочных ангаров, эллингов. Все они были законные. У них была земля выделена, разрешение на строительство, введены в эксплуатацию, получены свидетельства. Мне поступает команда. Меня вызывает в Краевой суд и говорят, слушай меня внимательно. Это говорит руководство. Значит, звонил Устинов. Это бывший генеральный прокурор. Сейчас он был предпрезидентом. Тоже немалую роль участвует в обеспечении безопасности и продвижении вот этих всех варья, вот этого, которая похитила деньги. И говорит, звонил Устинов и требует снести эти лодочные ангары. Говорит, поэтому ты, дорогой, напиши решение как можно хуже. Напиши, как будто бы ты дурак. Ну такое, чтобы вообще... Говорит, мы тебе его оставим в силе, в апелляции. Мы тебе оставим его в силе, в касации. А потом тихо в Верховном суде мы его отменим и тебе в брак считать это не будем. А Устинов будет доволен, скажем, что мы не смогли этого решить. Да, ребят, для судей это позор и жуткое клеймо, если у него вот здесь, вот в этом здании отменяют его решение. Вообще для судей позор, когда отменяют его решение. Тем более, когда тебя просят написать решение как можно тупее, как будто бы ты дурачок. Я приезжаю в суд и поступают ко мне все эти дела. И смотрю, первое дело, прокурор в интересах Российской Федерации против Боголюбова и Милосердова. Это какой-то знак, против Боголюбова и Милосердова, либо с прокуратором вместе действовать. Но тем более, что люди пришли с орденами, с медалями, заслуженные люди. В этих домиках живут пенсионеры, старички. Как раз будет репортаж в понедельник, подробнее расскажу. Кто-то, кто-то родителям помог, кто-то построил. То есть люди обеспечивали свою жизнь, старость. Поэтому в угоду прокурору Российской Федерации, генеральному прежнему, мне не хотелось действовать. Тут приезжает руководство, говорит, ты рассмотрел? Я говорю, нет еще. Я сказал, честно, я думал, не буду торопиться, я пока разберусь, внимательно все гляну, что за люди, что вообще происходит. Приезжает руководство краевого суда и говорит, ты не торопись, не рассматривай эти дела быстро, а мы тебе скажем, что тебе делать. Проходит два дня, звонит мне краевой суд, руководство, один из них, и говорит, ты рассмотрел эти дела? Я говорю, нет, мне же сказали, пока не рассматривать их. Она говорит, я тебе сказал, сука, рассматривай. Я говорю, ну раз сука, представьте, это же диалог идет к судье, я федеральный судья. Вас назначает президент Российской Федерации. О чем это говорит? Что все судьи, они являются подчиненными, холопами у председателя суда. И мне он говорит, я тебе сказал, сука, рассматривай. Я говорю, ну раз я сука, тогда я, конечно же, рассмотрю. Я беру, назначаю на следующий день заседание, вызываю всех и выношу законное решение. Я отказываю генеральному прокурору и отказываю прокуратуре в иске, поскольку оснований для сноса этих домов нет. Причем в этих домах даже проживали семьи судей Краснодарского краевого суда. Ну, слава тебе, Господи, эти дома единственные остались целыми. Их так и не сносили, потому что судья Новиков поднял соответствующий шум. А на другие дома-то нашли, небось, других судей? Конечно, конечно, потому что у других судей хочется спать в мягкой постельке, а не сидеть и бороться за справедливость, как борется судья Новиков, на нарах все это время. После этого, когда узнали, что я вынес это решение, мне занят с краевого суда и дословно говорят, мы тебя, сука, посадим. Потому что им же нужно было сделать виновного и сказать, товарищ генеральный прокурор, ну, мы хотели для вас все исполнить, но у нас вот есть судья, который не хочет выносить преступные решения, поэтому мы тебя посадим. Нужно не просто просиживать свою жизнь на диване, а нужно что-то делать, для того, чтобы завтра вы не оказались в тюрьме. А оказаться в тюрьме в нашей действительности легко и просто. Это точно. Вам сейчас нужно шуметь изо всех сил. Да я сейчас даже уже, как бы, сейчас вся моя борьба идет за сохранение статуса, потому что они хотят признать меня виновным, найти какие-нибудь нарушения, минимальные, для того, чтобы назначить мне штраф в 100 рублей и сказать, что Новиков негодяй, он нам не соответствует. Но поверьте мне, когда я захожу в кабинет председателя суда, он мне говорит, что я буду сегодня говорить жене, 200 долларов домой не несу. О чем это говорит? Что значит кто-то в суде берет взятки, причем берет их каждый день. А это является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому судья Новиков об этом открыто говорит. Они его считают сумасшедшим, но вы знаете, мне по крайней мере не стыдно ходить по улицам. Следующий момент, когда меня задержали, это было 5 лет назад, и завели в начальнику следственного управления ФСБ, он, конечно, взял пачку моих публикаций, которые писал, и начал бить меня по лицу. И говорит, ты, козел, забыл, что право – это возведенное в закон воля господствующего класса, к которому ты не относишься. Я говорю, ну пока у вас, говорю, Дзержинский висит над вашей головой, пока он вам на голову не упал, вы не отрезвеете. Говорю, сами вы все сядете за такие преступления. Он говорит, мы сядем, если режим сменится на крайний реакционный. Но главное было в его словах, что общество сохраняется классовым, и что право – это не те законы, которые мы с вами читаем, а это воля. Воля тех, кто сегодня может разговаривать с вами именем Российской Федерации и применять к вам меры принуждения. Самые различные. Вы знаете, если вас в камере и забьют, сделают с вами невероятное зло, вы же милицию туда не вызовете. И скорую помощь туда не позовете. Вообще закрытая территория, ФСИНы все эти. Идет врач, напишет, что все у вас замечательно и хорошо, и на его глазах вас будут продолжать избивать, поливать холодной водой, закрывать в жарких металлических ящиках. Вы обратитесь в суд, а суд вам откажет. Потому что скажут, что это уголовное преступление, расследуйте. И вы потратите 20 лет своей жизни для того, чтобы доказать какую-нибудь ерунду. Вы скажете, ладно, лучше я это забуду. Поэтому, дорогие мои, я еще раз скажу, что рад, что молодежь, конечно, приходит, на все это обращает внимание. Если вы надеетесь, что... Знаете, у нас есть разы. Я в суд подам на вас. То, вы знаете, это ничего не решит. На сегодняшний день в нашей стране суду запрещено проверять фактические обстоятельства, которые положат в основу обвинения следователи. Сегодня вас могут возбудить в отношении вас уголовное дело и сказать, что вы хотите ограбить Кремль. Просто. Или что вы там что-то другое совершили, страшное и невероятное. Вы скажете, да я не в курсе, я вообще ничем этим никогда не занимался и не помышлял. Суд может проверить только одно. Кем вынесено это постановление и написано ли оно на бумаге. А скажет, а по сути мы будем разбираться тогда, когда ваше дело поступит в суд. Да, сроки следствия у нас минимальные, несколько месяцев. Но продлеваться они могут до бесконечности. Вы можете находиться под следствием и 10 лет, и 20 лет. Все это время в отношении вас будут действовать подписки о невыезде. Вы будете сидеть дома, не сможете проведать маму, папу, бабушку, своих детей. Вы не сможете поехать с ними на море. Вы будете сидеть и доказывать, что вы невиновен. А что у нас в Миссии в Конституции? Что у нас наоборот, презумпция невиновности. Не верьте в это, действуйте. Если у вас случаются неприятности, я рекомендую вам доказывать свою невиновность и защищаться всеми силами от той преступности, которая у нас сегодня проникла везде. Если эти суди краснодарские позволили себе судью заключить под стражу по незаконному решению, пытать его, мучить 8 месяцев, потом восстановить его в должности судьи, значит, наверное, не все чисто в Южном Королевстве. Я понимаю, что очень удобно иметь суд, председателя судов, которые сидят на крючке. Потому что если в отношении этих судей есть бесспорные доказательства причастности их к преступлениям, значит, эти судьи не могут быть независимыми по отношению к вам. У нас многие структуры так построены, что набирают людей, у которых рыльца в пушку. Поэтому этот судья будет очень удобен. Внимательно следим за судьбой Дмитрия Владимировича. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе.